Старались учесть все до мелочей и собрать, что пригодится солдатам. Ценный груз для участников СВО отправили жители Урубского района. Два года запрета на введение деятельности в интернете и штраф в 300 тысяч рублей. Такое наказание суд определил жителю республики. Готовность к зимнему периоду сферы ЖКХ обсудили в общественной палате. О проделанной работе рассказали управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Букеты из хвойного леса. Сестре на день рождения подарил житель Черкеска. Идею поддержали волонтеры, а также работники различных служб и сотрудники МВД. Здравствуйте, в эфире телеканал Россия 24, Карачева, Черкесия. Очередная гуманитарная помощь для военных из нашей республики, находящихся в зоне СВО, собрана в Урубском районе. По заявке военнослужащих приобретены автомобиль Нива, генераторы, ноутбуки, медикаменты, продукты питания и многое другое. За погрузкой и отправкой гуманитарного груза наблюдал Мураджен Козов. Очередную партию гуманитарная помощь от Урубского района собирали, исходя из пожеланий наших земляков-военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С первых дней специальной военной операции по поручению Рашида Борисповича в Урубском муниципальном районе созданы пункты сбора гуманитарной помощи. Наше население активно участвует, приносят различные вещи, продукты питания. Также администрация муниципального района и главы всех поселений ведем работу от себя. По необходимости, по заявкам нашим ребят приобретаем специальные вещи, которые необходимы им. Люди добровольно несут и продукты питания, и все необходимое. Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь. Согласно заявке попросили Ниву, машину Ниву, генераторы, ноутбуки, рации и продукты первой необходимости. В составе гум.помощи и мобильный транспорт для выполнения боевых задач. Активный и неравнодушный житель Урубского района отправили в зону СВО автомобиль Нива повышенной проходимости. Перед отправкой в путь агрегат проверяет принимающая сторона. Впереди долгие пути, участие в боевых действиях, а потому все узлы и агрегаты авто должны быть исправны. Перемещение для нас это очень важно. В любое место мы можем проехать по необходимостям. Вот это очень удобная машина, легкая. Поэтому для нас это очень важно в настоящее время. Самые большие потребности для участников СВО – это буржуйки, теплая одежда и генераторы. Без последних нет даже связи. Для нас, помимо того, что, как вы говорите, тепло, для нас самое важное, чтобы была всегда связь. Если генератора нет, связи не будет, рации не зарядить. То есть корректировка и все остальное, работа, она прекращается. Для военнослужащих, мобилизованных и добровольцев из нашей республики очень важна поддержка со стороны населения и органов власти республики. Бойцы остро чувствуют, что они одни, что нужны, что их ждут, о них заботятся. Для нас это, во-первых, очень приятно, когда ты находишься на линии фронта. К тебе приходит гуманитарка. Ну, важна, важна и необходима. И это поднимает дух боевой, вот что все-таки кто-то заботится. Это родные, население. Это очень приятно, это необходимо. Мы, как бы, очень благодарны за гуманитарную помощь. В составе гуманитарного груза есть даже, казалось бы, мелочи. Например, чугунок и поварешка. Но на передовой это одни из самых необходимых вещей. Ценный груз для солдат упаковали, погрузили, и микроавтобус двинулся в долгий путь, чтобы порадовать наших бойцов. Мурат Женкиосов, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район. Незнание закона не освобождает от ответственности. Размещение запрещенной информации в интернете привело жителя нашей республики не только к неожиданному общению со стражами порядка, но и к потере крупной суммы денег в виде штрафа и запрету заниматься определенным видом деятельности. И это еще, можно сказать, легко отделался. О том, чего делать точно не стоит, выяснял Артур Мухце. Два года запрета на ведение административной деятельности в сети интернет и 300 тысяч рублей в виде штрафа. Такое наказание было определено судом этому молодому человеку. А ведь его история могла завершиться даже реальным сроком до пяти лет. Столько грозит по второй части статьи 205 Уголовного кодекса. Размещение одного музыкального произведения, подпадающего под запрет, правоохранительные органы квалифицировали как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда. У меня была небольшая группа в телеграм-канале, около 120 человек. И она принесла не просто религиозный характер, там было много всего. И также эта песня туда попала. Когда я выкладывал, я даже не задумывался о смысле этой песни. В этой песне были призывы к экстремической деятельности. К экстремической деятельности. Парню показали, за что именно у стражей порядка имеются к нему претензии. Размещенный в телеграм-канале материал экстремистского характера оказал некоторое влияние на его финансовое благосостояние. Однако преподанный урок помог понять, что свои действия необходимо обдумывать всегда, в том числе в сети интернет. Вот у нас часто люди думают, что я могу разместить в интернете все что угодно, не выдавать свою конкретную оценку, и мне ничего не будет. Это большая ошибка, на самом деле. Потому что если уже выложили, значит это ваше мнение есть. Ты уже знаешь, что за этот материал тебе дали такое наказание. Твои действия, если бы ты их знал раньше? Если бы я знал это раньше, конечно же, я бы ничего не выложил. Но на тот момент мне было 18 лет, я, честно говоря, даже о смысле и этой песни, и вообще своих действий не давал отчет, так сказать. И выложил. Размещение материала, признанного экстремистским, было в 2018 году. Молодого человека задержали через три года. И сейчас он находится на учете в уголовной исполнительной инспекции. Это еще раз подтверждает, незаконные действия могут аукнуться даже спустя некоторое время. А парень после инцидента и общения со стражами порядка рекомендует знакомым тщательно взвешивать свои шаги, в том числе в глобальной паутине. Готовность к предстоящему зимнему периоду сферы ЖКХ обсудили в общественной палате Карачева-Черкесии. Тепло и уют в домах организаторы назвали одним из главных факторов социальной стабильности в республике и отметили, что многие вопросы и задачи, которые ставятся перед сферой ЖКХ ежегодно, так и не решаются. И цель круглого стола, чтобы предстоящий зимний отопительный период прошел без эксцессов. Мадина Каракетова подробнее. Хотя сфера ЖКХ и начинает подготовку к отопительному сезону и прохождению осенне-зимнего периода еще задолго до начала холодов, знает как свои пять пальцев коммунальной инфраструктуры и сложности, связанные с ней, но ошибок не всегда удается избежать. Об этом говорят комментарии в соцсетях и жалобы, поступающие в том числе и в общественную палату. Город Черкесск не передал нам информацию о проделанной работе, а были к нему вопросы. У ЖКХ, там поселок Московский, сколько было недовольств у жителей, правильных недовольств. Мы так и не получили информацию. Прикубанский район в том числе не получили информацию. Уважаемые коллеги, мы не просто так запрашиваем вас информацию, потому что у нас были жалобы, бесконечные обращения граждан, поэтому мы с вами и отрабатываем все эти ситуации. В целом по Карачаево-Черкесской республике 1290 многоквартирных домов. И по словам председателя комиссии общественной палаты по экологии и строительству ЖКХ, дорогам Анатолия Баркова, настораживают управление этими домами, особенно в Хабесском и Зеленчугском районах. Кто-нибудь задумался по поводу того, что, а кто же обслуживает общее имущество многоквартирного дома? Ну, непосредственно заключение непосредственного управления. Кто обслуживает подъезды, кто обслуживает фасады, кто обслуживает чердаки, кто обслуживает подвальную часть, кто обслуживает наземную территорию? А это все вопросы, связанные с подготовкой к работе в зимний период. Ну, смотрите, уважаемые коллеги, уже прошло больше 10 лет реформирования, которое идет у нас в стране и у нас в республике, естественно. Ну, уже пора принимать меры. Мера одна. Постановление правительства существует. Муниципальные организации обязаны, обязаны, если человек не выбрал управление своим домом, установить временное управление. Потом кто-то будет отвечать, понимаете, когда-то граница придет к этому. Сегодня не занимаемся общим имуществом, завтра не занимаемся. В конце концов, сами понимаете, это общие инженерные сети, это фасады, это все вопросы, о чем мы говорим, связаны с подготовкой к работе в зимних условиях. Глобальнейшие вопросы. В половине многоквартирных домов, а это касается не только обозначенных выше районов, отсутствуют старшие по дому. И здесь возникает вполне резонный вопрос, с кем они заключают договора и кто подписывает акты о выполненных работах. Анатолий Барков попросил обратить на эти нюансы особое внимание. С докладами о проделанной в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода выступили управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, 2023-2024 год, тепловые сети проводили регламентные работы согласно планам капитального ремонта и согласно подготовке котельных, в ходе которых были выполнены капитальный ремонт теплотрасс 2,6 км в однотрубном исполнении, были подготовлены все котельные, котлы, насосы и так далее. Вследствие чего по окончании этой подготовки тепловые сети получил паспорт готовности. Соответственно, готовы к прохождению 2023-2024 сезона отопительного периода. Кроме того, в готовность приведены более 1573 км газовых сетей, 6241 км электрических, созданы запасы жидкого топлива в 100% объеме, необходимом в холода. В этом году 4 котельные перешли на газ, что значительно закратило потребности в мазуте. Было отмечено, что несмотря на озвученные проблемы, все работает в штатном режиме, и в целом республика готова к прохождению осенне-зимнего периода. Бадина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Необычные букеты из хвойного леса сестре на день рождения сделал житель Черкесска. Теперь вечно зеленых красавиц в парке РТИ стало на 10 больше. Ахмад Халкевич подробнее. Благую идею неравнодушного жителя республиканской столицы поддержали волонтеры и стесла активистов Общероссийского народного фронта, Некоммерческой организации по охране окружающей среды, биосфера, а также работники различных городских служб и сотрудники республиканского МВД. Можно сказать, сделали подарок своему близкому сестре на день рождения. И это подарок, он не только человеку, это там не айфон никакой-то, не розы, не шуба, а это именно вот такой поступок настоящего человека, который подарил 10 елей городу, ну и в то же время сделал приятно и сестре. И еле они будут здесь стоять и насыщать воздух кислородом, радовать своим видом горожан, гуляющих в парке. Азамат Ужаков отмечил, что недостаточно только посадить дерево. Для того, чтобы саженцы не погибли, за ними необходим каждодневный уход. Ну а это, в свою очередь, помогает нам растить людей, осознающихся с человека с природой, резюмирует он. Местная детвора, которая проводила свой досуг в парке, с большим энтузиазмом вовлеклась в процесс посадки. Елочки слева, тут в основном лиственные растения, а хвойные, ну, они особо отличаются, потому что они как бы полезнее. Елочка у нас слева, теперь хотим... Теперь их будет больше. Да, через лет 20 это уже будет хорошая прямо такая елка, будет здесь много кислоты и радовать наши листья. Ахмат Халкесчев, Рина Бмуков, Вести Карачаева, Черкесия. Дача взятки сотруднику полиции, в частности инспектору ГИБДД, уголовно наказуемое деяние. Наказание за это действие получает как водитель, так и инспектор. Определение его размеров напрямую зависит от переданной денежной суммы. При получении взятки должностное лицо получает выгоды имущественного характера за законные или незаконные действия в пользу дающего. А дача подкупа, признанная начальным этапом коррупции, она провоцирует должностное лицо на правонарушение. Для предотвращения случаев склонения сотрудников госавтоинспекции к коррупционным действиям в салонах патрульных автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия инспектора как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудникам полиции в зоне действия видеорегистратора. С инспекторами проводится работа по недопущению склонения их к коррупционным правонарушениям. В настоящее время на территории Карачаева Черкесской Республики сотрудникам госавтоинспекции зафиксировано 19 фактов склонения их к получению взятки. Госавтоинспекция МВД по Карачаево-Черкесской Республике напоминает жителям республики, что в патрульных автомашинах инспекторов ДПС установлены системы видеонаблюдения, которые позволяют фиксировать правонарушения как внутри салона, так и за пределами салона. И хочется предостеречь жителей республики, участников дорожного движения от попыток склонения сотрудников госавтоинспекции к коррупционным правонарушениям. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция МВД по Карачаево-Черкесской Республики предупреждает вас, что склонения сотрудников к коррупционным правонарушениям преследуются по закону. А далее смотрите интервью начальника отдела Дорожно-патрульной службы исполнения административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Беаслана Семенова. С ним беседовала Альбина Ламкова.